Самый массовый за всю историю молодежный фестиваль завершился в Сочи. Почти 25 тысяч участников из более чем 180 стран стали главными героями масштабного события. Посчастливилось побывать на нем и нашей молодежи. В делегацию от Нинецкого округа вошли лидеры общественных организаций, студенты, молодые педагоги, политики, спортсмены и музыканты. О том, как мир посмотрели и себя показали, расскажет Любовь Пермякова. Эти кадры с торжественной церемонии открытия, которая прошла в Сочи в Ледовом дворце Большой, облетели весь мир. Пять континентов в прямом эфире наблюдали за своими соотечественниками, которым выпала большая честь представлять их страну на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Лучших молодых представителей в науке, творчестве, спорте и политике приветствовал президент России Владимир Путин. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное упорно идти только вперед. Более 25 тысяч участников шагнули в самое большое международное событие, где их ждали более 70 различных образовательных и дискуссионных площадок. На них выступили более тысячи спикеров. Это известные политики, писатели, медиаперсоны. Одним из самых популярных спикеров стал мотивационный оратор и писатель Ник Вучич, который был рожден с редким синдромом тетрамелии, отсутствием четырех конечностей и научился жить с этим недостатком. Сейчас австралиец Ник Вучич, счастливый отец и муж, и всемирно известный оратор. Что бы это ни было, совершайте шаг за шагом. Если вы падаете, вставайте. И даже если ваши родители не верят вам. Знаете, мы родители думали, что я просто сумасшедший, когда я говорю, что я хочу стать оратором. Но я стал оратором. Папа сказал, закончи школу. Я закончил школу. И затем я стал оратором. И вы знаете, как я начинал? Я начинал с нуля. Пожалуйста, не ищите отговорок, чтобы не мечтать по-крупному. На встрече с молодежью он прочел лекцию по теме мотивации жизни в рамках направления «Гражданская платформа развития» и признался молодежи в любви к России, пообещав завести аккаунт Facebook на русском языке. Еще одна интересная встреча на фестивале ждала любителей киноискусства. Режиссер Владимир Мельшов приехал в гости со своим оскароносным фильмом «Москва слезам не верит». Маэстро кинематографии молодежь со всего мира приветствовала бурными овациями. Владимир Валентинович рассказал участникам фестиваля об истории создания фильма «Москва слезам не верит», который более 35 лет назад получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и поделился с любителями искусства о том, как идти к своей цели, несмотря на многочисленную критику. Еще одну высоту, но уже высшего пилотажа участникам фестиваля продемонстрировала авиационная группа военно-воздушных сил «Соколы России». Липецкие пилоты выполнили над Сочинскими горами сложнейшие фигуры – косые петли, боевые развороты, полуперевороты и бочку группой, а также самую известную фигуру – мертвую петлю. За гордостью России с земли наблюдали более тысячи зрителей. В это же время другие участники фестиваля оттачивали мастерство в спортивных мероприятиях – турнирах по велогонкам, мини-футболу, уличному баскетболу. На протяжении всего фестиваля в главном медиа-центре Олимпийского парка работал международный выставочный проект. Самая яркая представленная на нем площадка – регионы России и мира. Здесь можно было окунуться в истории, традиции и быт разных народов. Огромной популярностью пользовалась наша ненецкая экспозиция. Данный человек у нас из Непала. Как вы любите здесь фестиваля? Это очень-очень удивительно. Это очень-очень красиво. Это фестиваль заплатывающе, очень здорово. Что узнал о ненецком округе, вот о нашем? Очень красиво. Очень красиво. Ваш страны очень красиво. Так же, как о вашем городе. Все нравится, все стенды такие яркие. Особенно ненецкий округ представляет себя очень хорошо. Молодцы. Здесь же на экспозиции молодежь округа встретилась с временно исполняющим обязанности региона Александром Цибульским. Руководитель делегации Наталья Ермакова рассказала ему о заслугах каждого из участников. Среди которых Надежда Латышева. Она сыграла в ничью с шахматистом Карповым. Тамара Сидей, обладательница двух премий президента. Доброволец России Анастасия Боярская, Юлия Некрасова, которая входит в Золотой фонд студентов САФУ. А также многочисленный призер музыкальных конкурсов Игорь Саботович. Закончилась фестивальная неделя для наших делегатов и еще более 25 тысяч участников грандиозной церемонии закрытия, которая прошла сразу на двух площадках. В Медал с Плазой и Ледовом дворце Большой, где главными героями стали сами участники форума. На сцене международный рок-оркестр вместе со зрителями исполнили лучшие мировые хиты от Рики Мартина до Металлика. Красивой точкой фестиваля стал салют из четырех тысяч залпов. Любовь Пермякова, Телеканал Север.